Всем привет! Сегодня у меня для вас очередная подборка жилья в Паттайе. В этот раз у нас два бутик-отеля в средней ценовой категории. Находятся они на центральном пляже Паттайи. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали и давайте не будем затягивать. Первый отель в моем списке называется LK The Empress. Вы наверняка натыкались на недвижимость этой сети в Паттайе. С десяток отелей под брендом LK разбросаны по всему городу и они есть почти во всех районах. У них, как правило, очень броский фасад, поэтому вы наверняка обращали внимание, если проходили мимо. Они есть в разных ценовых категориях и сегодняшний LK The Empress входит в средний ценовой диапазон. Расположен отель в центре Паттайи, прямо на пляжной улице. Между торговыми центрами Central Festival и Royal Garden Plaza. Единственный минус в этой локации это то, что здесь нет купабельного моря. В остальном все великолепно. Обилие шоппинг-моллов вокруг, прогулочная набережная, ночная жизнь на Локинг-стрит в пешем доступе и пирс плыть на Калан, тоже недалеко. Первое впечатление – ты попал на аудиенцию во дворец к нашему президенту. Очень странный стиль интерьера и цветовая гамма. Они признают, судя по всему, создать ощущение дорого-богато. В современном мире же, однако, так сейчас не делают и картинка смотрится весьма потешно. Думаю, основная аудитория этого отеля – гости из Индии и Китая. Но я, признаться, ожидал худшего. И в целом, если рассматривать отель как 3 плюс звезды, а не 4, как они себя позиционируют, то будет вполне прилично. Я бронировал себе стартовую категорию номера, которая здесь называется King Studio. Стоимость составила 1600 бат с завтраком. При этом на ауди в комплекте шел гарантированный апгрейд комнаты до более высокой категории, а также позднее выстеление до 4 часов вечера. Мне достался номер на седьмом этаже и, надо сказать, несмотря на то, что отель явно не новый и в былые времена пользовался бешеной популярностью, комната выглядит очень достойно. Ну, это я про состояние комнаты в целом. Если же говорить о наполнении и интерьере, то тут все опять очень странно. Закос по дворецкой ролей древности сохранился и тут. И вот мне-то переночевать в таком тураже типа прикольно. Но, думаю, если вы едете в отпуск, то ощущение может быть, мягко говоря, неоднозначным. Зависит от вашего восприятия. Я бы сказал, на любителя. Помимо меня есть все необходимое. Большая кровать, полноценное рабочее место, телевизор. Зачем-то есть огромное кресло, которое явно тут не помещается. Им просто загородили прикроватную тумбу. Смотрится как у бабули на даче. Что меня немножко расстроило, так это вид балкона. Он куда-то в кусты. Непонятно откуда они здесь, но если приглядеться, то вдалеке вид вроде как на город. Возле входной двери по традиции есть мини-бар, холодильник и микроволновка. А вот что меня приятно удивило, так это ванная комната. Ну, во-первых, мыльные принадлежности выглядят очень прилично и аккуратно собраны в шкатулку. Во-вторых, здесь есть огромная ванна. Даже не просто ванна, а прям джакузи. Чтобы вы понимали, с моими метрами восемьдесят пять я не доставал ногами до противоположного края. Понравилось. Душевая кабинка, как полагается, а с унитазом расстроили. Могли бы и золотой поставить. Подстать интерьеру, так сказать. На утро, пока все спят, я отправляюсь на завтрак. После череды обзоров на кондоминиумы, я, признаться, очень рад в этот раз остановиться в отеле. Не люблю я кондо на короткий срок. Ничего не могу с собой поделать. Элементарный сервис, удобство и прозрачные процессы заселения и выселения. Ну и завтрак, конечно. Отдельное удовольствие, когда завтракаешь в отельном ресторане. Не надо никуда идти с утра. Просто доползаешь до лифта и вот ты уже выбираешь, чем наполнить свою тарелку. Выбор, правда, этот раз весьма скудный. Ну то есть, вроде там и много всего, но выбрать нечего. Если вы не таяц, конечно, там куча разного риса, но мне такое на завтрак неинтересно, поэтому мимо меня. Проблема заключается в том, что здесь все самое простое, самое дешевое. И если я в обычной забегаловке за американский завтрак плачу сотню и мне приносят такое, то меня это вполне устраивает. Но вот когда я заплатил 1600 за номер, хотелось бы чего-то поинтереснее. Самый простой йогурт из магазина, самые дешевые сосиски, невыразительные булки всего одного типа, овощи и фрукты вполне стандартно, кофе сам себе наливаешь в автомате. Ну еще можно сделать тосты или заказать яичницу. Правда, что хоть есть столики на берегу, где я и размечусь. Друзья, всем доброго утра! Я проснулся, это значит, что настало время завтрака. Завтрак в этом отеле стал, прямо скажем, не очень приятным сюрпризом, потому что отель позиционирует себя как 4 звезды, здесь все дорого-богато. Но завтрак, прямо скажем, на трешечку, такую прям вот умеренную трешечку. По традиции я обычно ем на завтрак блины, но сегодня я их не нашел. Вместо этого у меня здесь омлет, картошка, какие-то сосиски и выпечка, собственно, круассан и какая-то булочка. Единственное, что меня здесь безмерно радует, так это утренний центральный пляж у любимого города. Всем приятного аппетита! Самое удивительное, это то, что они этот завтрак продают за 300 бат на человека. Ну то есть, чтоб вы понимали, в Бангкоке в средние недели за 300 бат можно в GW Мэриоте позавтракать, где, простите, одно из лучших предложений в городе. Но оплатить 300 бат за это, если вы тут не живете, я бы не советовал совсем. Вообще этот ресторан у них работает в том числе как аля кар, и цены тоже дикие, по 400-600 бат за блюдо. Ну и если там такая же подача, то мне совсем такое непонятно. Сесть, кстати, можно внутри, если вам жарко на улице. Пишите в комментариях, если пробовали тут ужинать, может там как-то по-другому дела обстоят, но у меня впечатления такие. Но нам осталось посмотреть последнее место в этом отеле, это конечно бассейн. Я не ожидал многого в данном случае, и был приятно удивлен. Бассейн находится на третьем этаже, и здесь прям уютно. Возле лифта есть небольшая зона отдыха с диваном и спортзалом. Он весьма стандартный, для отеля бутика, коим является LK The Empress, вполне неплохо. Единственное, что здесь было непонятно, так как это наличие пластиковых фруктов и сладостей у лестницы к бассейну, но я уже привык к такого рода странностям в этом отеле. Сам бассейн чудесен настолько, что я совершенно не планировавший купаться, устоять не смог. Народу не было совсем, кроме пары человек. Уж не знаю, дерутся ли тут залежаки в сезон, но в принципе их достаточно. Здесь очень приятно полежать и отдохнуть. Вот такой отель получился. Уж не знаю, рекомендовать ли его или нет, зависит от ваших ожиданий и вашего отношения к таким декорациям. Я свой выбор скорее остановлю на других вариантах, в АТАИ есть из чего выбрать. Например, наш следующий герой из этого видео. Второй отель в списке называется Мера Мара Паттайя и позиционирует себя он как люкс-бутик-отель. Находится между хардроком и тенпамсом. Снова на пляжной улице в центре, в пешем доступе от Централ Фестиваля и со всеми прочими бонусами и недостатками от локации на центральном пляже. Я, признаться, о нем бы никогда не узнал, если бы однажды не забирал туристов отсюда. И мне тогда стало прям любопытно, что это за отель. Вот сейчас любопытство удаляю. Стоит отметить, что вход в отель расположен весьма неочевидно. Дело в том, что ближе к дороге находится ресторан с кафе. И я по незнанию начал ломиться туда. Хотя есть вход прямиком в лобби. Первое впечатление исключительно положительное. Интерьер супер стильный, современный, минималистичный и при этом с интересными дизайнерскими находками. В лобби, кроме ресепшена, есть еще очень тихая и спокойная зона отдыха, а также бар, который сейчас, конечно же, не работает, так как все еще действует запрет на деятельность такого рода заведений. Мне досталась комната в базовой категории Deluxe Room на пятом этаже. Обошлась мне она в 1800 бат за сутки с завтраком. Отель любезно продлил время выселения до часу дня. Комната очень светлая, интерьер минималистичен. У меня был номер твин с двумя раздельными кроватями. Есть телевизор, холодильник, мини-бар, рабочее место и кресло. Приятно дополняют интерьер ряд ненавязчивых элементов декора. Одним из самых интересных стало зеркало на потолке прямо над кроватями. Помимо стандартных удобств, постояльцам предоставляется пляжная сумка с полотенцами, а еще из интересного кофе в мини-баре представлено в виде новомодных дриппакетов. Они брендированы под названием отеля, поэтому я осмелюсь предположить, что у них есть свое производство. Мне кофе очень понравился, два пакетика дают бесплатно, но можно купить еще. Балкон достаточно просторный, вид мне при этом достался на территорию отеля Hard Drop, что в принципе неплохо. В верхушке пальм под ярким октябрьским солнцем, зрелище приятное. Вдалеке даже немного виднеется море. Шкаф в номере я сперва не нашел вообще, меня это малость ошарашило. Но потом я его таки обнаружил. Он находится рядом с кроватью и очень узкий. Ванная комната малость тесная, но вся стена у раковины очень сильно декорирована зеркальной плиткой. Отмечу, что даже в базовой категории есть ванна, что очень приятно. На смену одноразовым бутылькам с мылом здесь пришли полноценные мыльницы с очень приятным содержимым. Есть душевая кабинка и окно в комнату, чтобы можно было принимать ванну с отличным от стены видом. На заветный завтрак по утру я отправляюсь в ресторан под названием Октобер Скай. Это тот самый ресторан, вход в который можно перепутать с лобби. Во время заселения мне сообщили, что завтрак будет проходить в формате мини-буфета. Очевидно, что есть и другие опции в зависимости от числа постояльцев в отеле. Интерии в ресторане приятные, как в общем-то и везде в отеле. Ну а что до ассортимента, то в глаза сразу же бросается потрясающий уголок с выпечкой. По нему видно, что здесь очень хорошее кафе, и народ днем там и впрямь очень много. Осмелюсь предположить, что оно пользуется популярностью не только среди постояльцев отеля. Тут у нас круассаны, пончики, маффины, варенье, хлеб, есть соки и флоппи с молоком, вкусные фрукты, наконец-то спелый ананас, ну и овощи. Можно заказать яичницу в разных стилях и есть еще горячие в виде сосисок, ветчины или пасты. Выбор скудноватый для отеля класса люкс, как они заявляют, но все вкусно. Я детально изучил ассортимент и остановил свой выбор на омлете с грибами и сыром, взял ветчины с сосисками, ну и, конечно, примерно все из раздела с выпечкой. Что ж, дорогие друзья, я проснулся, это значит, что время завтрака, и на завтрак в этом отеле я возлагал определенные ожидания. Честно говоря, ожидания мои не оправдались. Неплохо, но очень мало, и есть те моменты, которые меня очень смутили. Например, они не позволяют клиентам сесть снаружи, хотя у них там есть столики. Почему там открывается в 9 часов утра, а в 8 я там сесть не могу, мне совершенно непонятно. Стас совершенно не разговаривает на английском, хотя отель вроде неплохой. Вот, в общем, есть над чем работать. То, что есть, выглядит неплохо. Давайте будем пробовать. Выпечка здесь завоевала мое сердце. Но то, что в отеле за 1800 нет станции с бинами или вафлями, это, конечно, непростительно. Как и полное отсутствие нарезки. Ни единого тебе сырка, ни колбаски. Даже бекона я не нашел. В общем, очень мало. Уж лучше бы делали а-ля карт тогда. Я уверен, что дела обстоят лучше в не кризисное время. Но имеем то, что имеем. Ну и, конечно, нельзя говорить клиенту нет, когда он хочет сесть на улице. Это не сервис отеля 5 звезд. Хотя вот в лобби став очень порадовал. Исключительно обходительный, судя по всему, Беллбой. Очень счастливо помогал мне с сумкой, которую я оставлял на ресепшене после выселения. Он оставил приятные впечатления. Ну и нам осталось посмотреть бассейн, который в Мирамаре находится на втором этаже. Он по размеру сравним с предыдущим отелем, LK The Empress. Однако здесь, на мой взгляд, лежаков мало. Уж не знаю, может бассейн тут не пользуется популярностью. Но расстроило также то, что здесь нет ни бара, ни сервиса с полотенцами. Хотя сам бассейн мне понравился. Я от души накупался. Видно море. Хотя могли бы спроектировать как-то иначе. Потому что львиную долю вида съедает козырек от пекарни. Ну и здесь же небольшой спортзал. Прям совсем для галочки. Есть только беговая дорожка и гантели. В целом, Мирамаре мне понравился. Впечатления остались положительные. Вот только в этом виде это, конечно, совсем не люкс. Но очень достойный пятизвездочный бутик-отель. Подойдет тем, кто приехал не сильно надолго, кому нужна хорошая локация и приятная обстановка. Может тем, кто комбинирует Паттайю с Бангкоком, например. В таком случае приглашаю вас посмотреть обзор на неплохой пятизвездочный отель Сафитэл Бангкок Суфумид. С тропическим оазисом-бассейном в середине баскребов, великолепными ресторанами и баром с панорамными видами на крыше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментарии. Без вашей помощи развитие невозможно. Становитесь спонсорами и переходите по ссылкам в описании, если хотите поддержать меня материально. Ну а я не прощаюсь. Увидимся в новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok